так самый добрый день уже 5 часов и 20 минут и я надумала ну на ночь глядя почему потому что сыночка же я надумала все-таки сегодня сделать чебуреки так как я вообще не собиралась делать видео я уже почти приготовила тесто но не почти только-только заместилась очень очень просто я беру муку обычная мука простой советский человек обычная американская мука я беру муку я все делаю всегда на глаз я никогда не вымешиваю я никогда не вымешиваю и не вымерю в моей жизни просто нет ни весов не как сказать что еще кроме весов есть ладно неважно я насыпала сюда муки на глаз посолила на глаз обязательно нужно добавить сахара это то что делает наше тесто для чебуреков немножко как сахар и плюс масло подсолнечное то что делает его таким вот пупыристым пупыристым таким таким ломким таким что тает во рту и так немножко соли немножко сахара но наверное сюда вот на это тесто наверное у меня получилась чайная ложка может быть с лишочком немножко чуть не сказала плохое слово чуть не сказала слегка ладно далее вода солнечное масло на глаз но наверное полстакана я подсолнечного масла нас и налила но на одну ну грамм 70 80 точно и налила вот сюда примерно столько же воды сейчас вот у меня тесто получилось вот такое вот оно как бы оно даже оно даже не прилипает к стенкам потому что оно потому что оно масляное тесто масляное вот за счет этого оно и будет похоже на тесто готово ну заговариваемся за счет этого это будет чебуречное тесто вот так проще сказать сейчас я громхар не тоже громыхает вот пять часов начала начала 6 нам с утра нам сутра прямо вот вот прям с утра нас пугали что будет 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 что-то будет его только только начинается окна опять залепан и не обращать не надо обращать внимание ладно сейчас все это тесто вы браслетно вот сюда на столешницу и буду вымешивать тесто когда его вымешиваю я оставлю на часку приконнатной температуры чтобы оно созрело вообще любое тесто должно созреть далее для чебуреков понадобится кто что какой фарш любит я не очень люблю говядину я люблю свининку в принципе чебуреки можно делать даже из фарша и даже из куриного фарша кому вот кому как нравится какая разница но самое главное чтобы чебуреки были похожи на чебуреки конечно я буду в тесто добавлять укроп это самое главное я потом покажу все пошла вымешивать тесто дальше добавлю немножко муки и пимши вот тесточка она такой нежненькая такой мягенькая мягенькая такой прямо ему хочется трогать и от него даже не хочется не хочется заканчивать его месить обожаю тесто так приятно под руками вот совсем капелюшечку я добавила муки совсем капельку вымесила хватит наверно хоть и не хочется расставаться с тестом но тем не менее мишу одной рукой потому что вторая рука занята под камерой ладно все красивенько красивенько снова уходи вот сюда сейчас я его накрою сверху тряпочкой можно даже такой слегка сырой и пусть она вылежит сейчас а за это время я сделаю фаршик пока тесто созревает я положила немножко мяса немножко фарша посолила его на свой вкус поперчила его свой вкус и добавила не надо жалеть я добавила много укропчика и много водички это должен быть как полу полу сутчик еще надо воды добавить это вот это мало так вот такой вот супчик получится у меня с сырой водой у кого есть бульончик можно раздавить бульончик я люблю быстро готовить я люблю готовить быстро и без все что под руками есть варить специально бульон для того чтобы сделать чебуреки это это не не мое и еще самое главное что забыла сказать когда вы делаете чебуреки тесто на чебуреки желательно в тесто добавить столовую ложку водки но так как водки у меня дома никогда не бывает у меня спиртного вообще дома никогда не бывает я рассказывала историю я вообще у меня ни рюмок дома нет ничего такого нет я очень категорически отрицательно отношусь ко всему спиртному хоть в свое время и попивала хорошо и гуляла постоянно с подружками выпивали мы хорошо и всякое разное но все равно у меня дома никогда спиртного нет не было и не будет итак вот такой вот жиденькая можно еще добавить водички чуть часто должно быть жидкое жидкое потому что не тесто фарш должен быть жидкий жидкий потому что в тесто наливается вот так просто ложечка берется наливается чуть-чуточка совсем чтобы она успела чтобы она успела приготовиться потому что чебуреки жарится мгновенно еще немножко воды добавлю сейчас сейчас 2 мяса тесто выстоится и начнем делать чебуреки то у меня очень очень такой мягкая примягкая просто натянется нежная при нежной вот я раскатала кусочек сейчас я сюда положу все-таки добавила сюда немножко больше водички буквально одну чайную ложечку больше не надо потому что еще раз повторяюсь тесто должно вернее тесто это мяско должно провариться а так как чебуреки готовятся очень быстро просто мгновенно один разбросается на одну сторону зажаривается затем на другую сторону специально что у меня нет у меня есть вот такая штука которая муж режет пиццы и я просто делаю красивую формочку более-менее красивую ну естественно все таки надо вот немножечко пальчиком и специальные такие вот штуки которые отрезают чебуреки и заодно и склеивают но у меня их нет у меня такой нет поэтому таким вот образом у меня получился чебурек сейчас у меня кипит закипает масло чебуреку нужно много масла поэтому я взяла небольшую сковородочку вот он как уже вздулся сейчас масло еще не сильно закипело надо чтобы насильно-сильно кипело вот он уже как вздулся сейчас я еще переверну на другую сторону буквально три минутки все будет готово вот он такой пузырчатый чтобы идти чтобы не забрызгать я иду подальше вот этот приближу чуть-чуть вот он какой пузырчатый такой вот красивущий вкуснющий настоящий чебурек выложила уже вот он такой широкенький широкенький получился такой красивенький пухленький красивенький вкуснющий привкусно могу сразу сказать хотя еще не попробую но второй подходе форма конечно у меня не выдержана немножко потому что очень мягкое тесто можно принципе делать тесто потяжелее немножко но я не люблю тяжелое тесто я люблю мягкое тесто я тесто бросаю вернее чебурек бросаю в кипящее масло иначе ничего не получится если делать на медленном огне ничего не получится надо вытяжку печи не спрошу потому что мы вытяжками все вместе у нас таки вытяжка и свет еще один такой красавчик красавчик и красавчик получился настоящий вкуснющенький вкуснющенький ORDINie